друзья всем доброго утра пришел на завтрак покушать конечно же турецкие завтраки они всегда удивляют во всех смыслах этого слова во-первых здесь кроме меня только еще двое гостей живет во вторых у них вот такие вот лавтраки крутые кофе приносят чай приносит всякие разные варенье оливки всегда очень много оливок и сыр и колбаска здесь мед по-моему и хлеба всегда много но можно хлеба хоть сколько попросить вот такой вот вид на ущелье прямо отсюда с ресторана и удивительно то что здесь никого нет никто не приезжает я не знаю почему в принципе как бы в там сколько 40 50 долларов я думаю для этого отеля немного потому что он еще пока новый и ну наверно для местных конечно это высокая цена ну как бы красиво и здесь все круто но никого нет по всем отеле то есть вот час лета начало лета как бы сезон и никого нет то есть меня всегда удивляет такие небольшие деньги вкладывают в общей сложности и никто здесь как бы не живет не знаю я но они же как-то могут меньше сделать цену или еще что-то я вчера подошел на рецепшен узнать а у них через рецепшен еще больше то есть я забронировал за 1100 лир на сегодняшний день это как бы ну не много не мало это за твоих то есть у них нет такого что один человек сели цели двое то есть некоторых отелях они за одного делают скидку а здесь без разницы номер бронируешь платишь за номер и в общем то есть у них цена на рецепшен не больше я забронировался еще 100 а вообще 1500 и ну вот никого нет вот рядом со мной еще накрыли для твоих они наверно спят мне еще картошку принесли и вот это тесто жаре тесто жарено а а еще принесли сосиски жаре короче говоря у меня пир будет сегодня на весь мир вот видом вот с таким на гору на скалу здесь еще монастырь я сейчас покушаю и чуть позже поеду на экскурсию в монастырь так вот называется монастырь сумела монастырь туда куда я еду сейчас это отдельная дорога и здесь по дороге очень много отелей встречается вот в том числе в котором я сегодня переночевал самый оптимальный вариант и по цене и по качеству потому что новый отель был ну не знаю по цене для двоих наверно нормально для самого ну наверно хотелось бы чтобы поменьше цена была вот здесь есть также рестораны очень много ресторанов вообще в турции стоимость питания в ресторанах очень низкая и качество еды очень хорошая то есть они стараются между собой конкурируют стараются борются за потребителя и соответственно то есть выделяются каждый кто-то цены держит кто-то качество сервиса улучшает кто-то место хорошее делает то есть в принципе поужинать на одного человека в ресторане вот выйти в этой части в турции примерно стоит наверное пять десять долларов максимум это хорошо прям плотно покушать но естественно без алкоголя потому что турция особенно эта часть более такая мусульманская и здесь прям алкоголь вообще не примет где-то на курортах туристических местах да там есть алкоголь там вы можете заказывать то что хотите а здесь ну я не видел чтобы кто-то употреблял еще говорят что здесь очень красивые места и здесь есть прям деревня она прям напоминает швейцарию она вот здесь вот в соседнем с левой стороны соседнем ущелье я ее проехал вчера не знаю почему и короче говоря в общем не стал туда заезжать но там очень красиво вы можете загуглить турецкая швейцария и прям вам там выйдет название ну честно говоря ехать если вот так ехать и вглядываться где-то искать красивые места то можно вот вот такие вот деревянные домики много зелени цветы и вот чай и это все можно принципе представить как будто бы да какая-то франция французские альпы либо какая-то швейцария действительно есть какие-то сходства и в общем очень красиво здесь еще говорят что здесь люди слова очень хорошие не такие скользкие как на курортах и то есть люди слова лишнего никогда не скажут лишнего никогда не возьмут именно вот в этой части возле троп-зона то есть здесь хочет обогнать пожалуйста я никуда не тороплюсь сегодня вроде дождя нет но все может измениться я сейчас заеду в этот монастырь и мне надо будет сторону анкары ехать около 700 километров там у меня три четыре дня остается и мне надо хотя бы по 200 по 300 километров проезжать потому что я здесь расслабился как только попал в грузию в турцию я прям здесь сильно расслабился мало проезжаю но это с одной стороны хорошо правильно не надо бежать не надо надо наслаждаться вот вы приехали вам понравилось красивое место все классно проводите время наслаждайтесь будьте здесь сколько захотите не будет нравится поедете дальше и так далее то есть путешествие оно должно приносить удовольствие то есть вы должны кайфовать от этого это вам должно быть в легкость и посмотрите какая красивая дорога я сейчас остановлюсь сфотографирую здесь как будто бы в каком-то фильме и вот какой-то фильм про аватара либо какой-то приключенческий такой фильм про какие-то вот джунгли про горы про скалы ну очень красиво и плюс ко всему вот эти еще облака камера большинство не передает и вот когда мы смотрим фильм мы впечатляемся да так красиво классно нам операторы это все показывают там графика а вот когда вы показываете здесь вот на самом деле это все видите когда вы слышите вот этот шум реки и все это вот вокруг вас вот так вот реально в реальном времени но это просто бесценно и вот наверное ради вот таких каких-то моментов я еду всегда приключения куда-то в путешествие здесь можно остановиться набрать дров для костра то есть для мангала и в принципе при любом удобном моменте сделать костер пожарить что-то мяско из древние почему нам нравится когда допустим мясо на огне или допустим вкус хлеба почему мы так любим потому что у нас есть генетическая память с вами и это все на генетическом уровне эволюция то есть вот это все у нас откладывала что мясо на огне это капец вкусно и хлеб тоже это очень вкусно и мы это все любим нам это все нравится поэтому я вот не понимаю людей которые там газовые баллоны с собой тащат на природу еще что-то но вы едете в отпуск но возьмите дровишек соберите сделайте костер пожарьте что-то приготовьте на костре сейчас кстати здесь будут источники с водой мне нужно будет обязательно на наполнить воды себе набрать очень красивое ущелье или даже это каньон я не знаю как это назвать мало машин хотя в принципе уже сезон уже сезон в основном только местные приезжают здесь фотографируются и туристов вообще нет я не знаю почему туристы не едут речка вот течет то справа то слева но очень красиво просто какая-то красота невероятная и вот охота прям на каждом шагу остановиться сделать фотографии сделать какие-то кадры и охота и дальше ехать и вот в турцию у меня всегда так как я только в турции оказываюсь у меня вот это начинается через каждые пять минут остановка фотографии видео и в итоге я долго еду я там 100 километров сзади могу всего лишь 100 километров проезжать хотя по казахстану по россии можно и 500 и 700 проезжать а здесь вот прям на каждом шагу охота остановиться задержаться насладиться вот этой природой вот этой вот красотой горной и но это уникальный на самом деле места в мире не так много вот таких вот мест вот как я сейчас проезжаю и конечно же охота здесь задержаться 10 километров еще мне ехать 17 минут и вот по всей видимости 10 километров такая дорога будет я не знаю по моему она тупиковая будет хорошо если я проеду насквозь но даже если я вернусь в любом случае когда я буду ехать назад она у меня картинка дорога совсем будет другая то есть я сейчас еду у меня но показывает назад буду ехать совсем будет другое показывать вот посмотрите искал просто нечто и речка с правой стороны течет вот это мне нравится это мое вот я прям вот это вот видимо горный какой-то человек но из-за того что я наверно в горах вырос и в предгоре алматы наверное вот это вот мне близко по духу с правой стороны была водичка сейчас еще чуть-чуть поднимусь возможно там будет у них здесь огороженные такие облагороженные роднички и там прям чистая вода течет и они как правило это в чью-то честь в общем в память кого-то открывают делают такие родники если не было бы дождей где-то вот в таких горах в таких местах можно было бы с удовольствием остановиться и прямо в машине переночевать здесь чистая такая природа нетронутая нет вот этих вот всяких разных вышек растражителей вышек связи там всякая разная радио аппаратуры которая не благоприятно влияет и площадок очень много то есть можно съехать где-то вот так вот где-то здесь и дрова здесь можно найти и прямо возле речки можно за ночевать всегда есть вода всегда есть трава все необходимое то есть здесь можно получить в горах всегда даже можно захотеть пойти при желании там ягоды грибы найти всегда здесь также мы с вами можем встретить мостики но это уже современные и они прям в глубь идут и вот такие вот полянки лужайки в принципе прям возле дороги можно за ночевать а вот она вода в таких источниках я обычно набираю воду бесплатно и это чистейшая вода родниковая то есть она без какой-либо хлорки без каких-либо примесей и она содержит минералы в себе дополнительные какие-то и то есть она очень полезная друзья я значит вернулся на магистраль и 97 эти 885 турецкое название и она здесь прям вполне такая приличная очень широкая с мостами с туннелями и живописная очень дорога красивая вообще я повторюсь в этой части очень красивая природа и достопримечательности здесь интересные я честно говоря забыл про то что вот эти вот билетики разовые на достопримечательности стоят больше чем абонемент или больше чем тем людям у которых нет турецких вот этих вот удостоверений я обязательно пока посещу этот монастырь покажу вам обязательно но в следующий раз потому что ну 300 лир и 150 180 лир стоит плотный ужин в ресторане и грубо говоря это цена два раза в ресторан сходить это для турции это немного немного высокая стоимость для иностранцев да конечно они приезжают там для них 10 евро там заплатить за человека но опять же если придет 3-4 человека 40 евро это даже для иностранца даже для европейца это накладно весьма но с другой стороны они должны то есть турки они должны поддерживать вот это все они много час раскапывают реконструируют много их тоже можно понять то есть они не могут как бы за счет местных жителей или там допустим за счет налогов они стараются это все за счет иностранцев делать ну хорошо пускай ну в любом случае я говорю то есть можно купить абонемент и прям по по абонементу целенаправленно ехать по этим местам в день несколько раз их посещать и за пару дней этот абонемент и купить а он на две недели там или даже на месяц можно купить а вот он он этот туннель 14000 метров 15 километров туннель зигана я сейчас заеду в него я знал что он где-то здесь рядом и вот я только что в него заехал здесь вот и 97 проходит вот так и зрелистая трасса а вот этот вот туннель они построили и дорогу построили то есть рядом здесь чтобы люди не мучились не петляли по серпантину он просто проходит прямо 15 километров туннель это просто нечто вот мой пробег 58 95 я буду 15 километров сейчас ехать в туннеле здесь даже остановки есть я ни разу в жизни не ездил по такому длинному туннелю это просто ну вот знаете с точки зрения инженерной мысли и строительства это просто какое-то гигантское сооружение очень большое очень такое масштабное и короче говоря она конечно же восхищает и поражает вот вам достопримечательность полноценная вот вы едете и едете и едете 15 километров вот навигация думаю что я где-то там снаружи а на самом-то деле я в туннель еду и он еще по-разному подсвечивается чтобы водителям скучно не было вот здесь вот синяя подсветка как будто где-то в аквариуме блин как круто это что-то просто вы представьте вот сколько здесь кубометров бетона и как какой он сам по себе гигантский это только в одну сторону там с левой стороны навстречу точно такое то еще такая же труба такой же туннель гигантский точно так же едут люди сколько здесь проводов сколько электричества освещения сколько бетона сюда залили сколько было труда весь этот грунт выкопать вывести и 15 километров я вот три километра проехал еще в пять раз больше вот здесь повсюду встречаются вот такие вот кармашки очень много телефонов связи соус и потом здесь интернет даже здесь работает у меня 3g здесь работает посмотрите но я его ограничен то есть я думаю здесь и 4g будет работать то есть они сюда в этот туннель помимо того что он где-то в скале в горе закопан они плюс ко всему еще сюда вышки сотовой связи засунули и здесь вентиляция и примерно через каждый 50 метров слева и через каждый наверно 100 метров справа пожарные шланги пожарные шланги выходы аварийные выходы аварийные а вот они пишут 270 320 370 то есть здесь есть через каждые наверное метров 500 аварийные выходы то есть можно выбежать то есть он 500 15 километров этот туннель но здесь есть аварийные выходы вот с правой стороны я вижу и вот с левой стороны шланги каждые 50 метров пожарные гидранты и пожарные шланги вот телефон был вот это да а я поставил флажок я хотел сюда приехать и хотел просто прокатиться мне было очень интересно посмотреть на этот туннель а здесь есть еще больше такой туннель он 40 километров тоже также под 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 землей проходит тоже в скале где-то и он еще больше в 4 в 5 раз больше в 3 раза больше в 3 в 4 раза больше но это прям реально вот они видите периодически во первых покрашено у них красиво и еще они вот такое освещение периодически делают я так понимаю не это отмечают карманы этим самым чтобы водители понимали что есть карман аварийный и аварийная остановка есть навигация вообще не может понять что происходит где мы едем она думает что мы где-то там снаружи по дороге едем а на самом деле мы под землей в туннеле вот он этот туннель а я проехал 5 километров еще в три раза больше вот еще один карман у меня друзья конечно не может не поразить потому что я знаю что такое строительство я знаю что такое подземное строительство как вот это все под землей выкопать залить бетон конечно понятно что здесь сложная бригада работала но это колоссальный труд это просто что-то невероятно и он бесплатно если я не ошибаюсь возможно сейчас там какие-то деньги будут просить я вам чуть чуть позже скажу точно когда буду выезжать но по всей видимости он бесплатный потому что я оставил google чтобы он меня обводил через платные дороги потому что у меня еще нет наклейки и я не хочу там потом заморачиваться через интернет платить нужно просто стикер такой сюда на стекло и они будут списывать с этого стикера деньги это да вот это я заехал каждый день турция меня чем-то удивляет чем-то вот таким вот каким-то я думал я уже все видел и просто как-то невообразимо наверно даже 15 километров это из города в город можно 15 километров проехать а здесь просто они взяли два туннеля по земле построили все очень круто причем он периодически идет нагло набор высоты на высоте 1300 метров этот тоннель находится и мы сейчас с вами снижаемся то есть я поднимался до этого и сейчас идет спуск то есть этот туннель он еще был спроектировать не просто как-то ровно то есть небольшой набор высоты и потом спуск и так далее я вот просто как еду как я не знаю свет в конце туннеля вот она достопримечательность понятно что там когда-то кто-то когда-то в древности строил монастырь там где-то на скале на горе да это круто представьте как вот это круто для меня просто на самом деле даже наверно сложно представить причем это все новое я пишу здесь новый бетон новое покрытие и он очень много сохранил времени и ресурс автомобиля потому что когда вы едете по серпантину дорога влево вправо износ резины и износ ходовой части и постоянно вот этот вот набор высоты и спуски то есть почему серпантин он такой серпантин потому что дорога ну не про не может проходить вот прямо через скалы и им приходится ее обходить потом опять набор высоты 1200 метров кстати сейчас здесь потом опять спуск и из-за этого много объезжаем много объездов много поворотов и поэтому он такой серпантин серпантин так и поэтому он и получается а когда вы едете в туннеле туннель просто бурят из точки а в точку б кратчайшую и все возможно там где-то будет чуть подъем где-то будет спуск чуть но он проходит через скалы через горы через просто напрямую да я думал русские называют дорогой то место где собираются проехать окажется это турки называют туннелем там где собираются дорогу построить но круто конечно очень круто и вот лично для меня это вот прям какая-то такая замечательная какая-то достопримечательность какая-то невероятная и мне как бы тяжело вот как-то это все не знаю в голове укладывать вот с немецкими номерами едет хендай и он бесплатный то есть они пухали туда денег сколько я не знаю там миллионов долларов и он бесплатный мне просто сложно понять сколько бы у нас строили бы в казахстане где-то это лет и вообще построили бы и когда-нибудь или нет и ну если бы был бы короче я вам так скажу если был бы такой туннель бы где-то в районе чулпана ты и алматы то у нас бы уже была бы дорога на иссекуле мы уже купались на иссекуле алматинцы здесь этих туннелей просто немерено и вот мы сейчас едем с вами просто по бесплатной трассе которую конечно же отремонтировали модифицировали но это типа и 400 такая горная и вот они постоянно здесь то есть они делают допустим развязку они делают развязку не так как у нас там где-то сужают где-то поворот еще как-то делают вот кто на горячий источник идеал ездил они знают какие там развязки и повороты какие неудобные здесь дорога все время максимально прямо проходит и это максимально безопасно и для водителей и вообще для всех то есть вот если здесь какой-то перекресток значит мы либо наверх поднимаемся либо в не спускаемся вот так как здесь и сверху другие соответственно люди разъезжаются то есть никто не пересекается друг с другом а у нас это все как-то вот еще река река плюс ко всему горная стоишь скалы и прямо на скалах у них там какие-то здания с флагами турции в общем все как они любят бесконечные туннели я как-нибудь приду в гостиницу и загуглю сколько в турции туннелей вообще и сколько в турции больших туннелей ну потому что лично для меня вот это вот произведение искусства кому-то нравятся картины допустим там живопись какая-то там предметы старины какие-то а вот мне нравятся красивые дороги большие широкие нравятся туннели мне нравятся мосты и нравятся какие-то такие массивные вот типа как во франции виадук мио я там прям восхищался не знаю сколько времени ездил вокруг него и и здесь то же самое вот туннель сейчас проходит с поворотом то есть они как-то рассчитывали для каждого метра за каждого сантиметра что именно вот он должен так идти с поворотом и на такой высоте и то есть здесь ошибок никаких не должно быть то есть это все должно ровно проходить потому что я вот еду на машине 80 90 я вообще не чувствую ни поворотов ничего потому что вот там вот ведь сейчас поворот на право будет и на этом повороте дорога вот под уклоном уходит то есть вот те знак 70 туда уклон прям существенный и поэтому машину и как сказать не сносит сюда как в центрифуге то есть машине легко ехать по этой дороге и вот эти инженеры которые строили эту дорогу они-то все рассчитывали и это на самом деле очень круто вот это вот магистраль закончилась или в общем я не знаю возможно там туда пошла уже платная дорога либо там более длинная дорога потому что две навигации вот вы есть навигация в европе тоже любят и здесь ее используют это типа нашего тудиса она они меня обе и google мне тоже сюда перекинули я не пользуюсь яндексом не знаю почему у меня нет такой привычки и в общем google иногда бывает тупит в турции google тупит и бывает apple maps лучше работает вот я сейчас буду пробовать вейс мне нравится что он показывает скорость чем дальше я отъезжаю в горы 1200 метров высота тоже здесь 1150 тем меньше становится зелени то есть чем дальше от моря тем меньше здесь зелени и такие вот более каменные сухие ландшафт и но все равно мне здесь очень нравится потому что дорога относительно хорошая не такая классная конечно как я ехал до этого но все равно нормальная дорога можно было ехать по побережью до сам сона по моему и там потом уйти налево я не знаю почему в общем я вчера решил вечером свернуть сюда в горы и заехать в монастырь забыл что нужно по нему покупать абонемент и короче говоря сейчас у меня самый оптимальный маршрут самый оптимальный короткий путь это вот ехать через горы через горы через горы но я думаю здесь будут участки вот такие вот какое-то короткое время промежуток промежуток небольшой а там потом я выйду уже на широкую магистраль единственный плюс вот таких вот мест это то что здесь низкая стоимость отелей и рестораны здесь все то есть под местных заточено туристы сюда обычно не суются вот они едут по побережью они едут по каким-то таким проверенным тропкам вот по каким-то туристическим местам а вот в такие места они стараются не лезть и поэтому здесь вот такая еще турция не испорчена туристами и здесь вы можете именно насладиться еще пока вот этим вот и менталитетом не испорченным турецким ну и в плюс ко всему и горцы они сами по себе более такие люди спокойные и так далее но дорога конечно в принципе нормально ехать можно но конечно там были получше дороги и пошире здесь сейчас наверное километров не знаю сколько наверное будем ехать какой-то промежуток времени я вам сейчас посмотрю вот сейчас 35 у меня пробег они еще и по моему ремонт затеяли здесь да болен они здесь ремонт затеяли там еще и фура по моему проехать не может или реверсивное движение здесь можно делать вот так сюда нажимать и короче говоря допустим нажимать трафик делать а вот это можно сделать насколько он это средний допустим трафик все я отправил репорт и теперь люди которые едут то есть они будут в реальном времени знать о том что здесь трафик некоторые тоже держат лезут на встречку но здесь ремонт дороги ремонтируют дорогу но все равно они это очень культурно делают дождик пошел я думал от моря отъеду спасусь от дождя я понял вот я по этой желтенькой ехал и навигация подумала что здесь будет короче сам по себе маршрут короче по расстоянию но это не всегда оправдано потому что здесь дорога не такая во первых ровно и широкая как там и это вот как правило сталкивая сталкиваюсь я с этим часто когда вот где-то нужно можно проехать и покороче быстрее на самом деле чуть хуже получается и лучше было бы если бы я ехал конечно по вот этим по магистральным желтым они бесплатные и может быть получилось быть чуть больше по расстоянию чуть больше по времени но это намного интереснее намного лучше для машины то есть во первых вот этих вот я магнет и дорога там намного лучше и она шире то есть там ехать гораздо безопаснее чем здесь вот этот вариант я просто расслабился когда приехал в турцию я реально расслабился потому что здесь все дороги такие хорошие и я просто уже даже не стал выбирать какие-то там маршруты где лучше проехать просто ехал куда меня навигация ведет а на самом деле мне надо было прямо проехать там я направо повернул и я бы ехал быть по туннелям по мостам бы я вот это вот расстояние где я сейчас нахожусь то есть можно было до самсуна доехать по морю можно по морю проехать можно по вот такой вот горной дороге серпантинной проехать и я не знаю почему в общем я выбрал короче говоря ехать здесь потому что я вчера и позавчера несколько дней там ехал возле моря решил по горам теперь поехать но и вот навигация теперь мне вот такой вот может устроить причем обе навигации в принципе они одинаковые вейс и google они одинаково показывают красиво есть свои плюсы просто много поворотов и дорога узкая наверное лучше бы я возле моря поехал дорога очень живописная конечно же я уже на высоте более двух тысяч метров 200 я поднялся наверное было бы лучше если бы я ехал бы возле моря потому что здесь вот такие вот горные серпантины не везде связь работает и дорога вот так вот вверх-вниз вверх-вниз будет идти мне это не совсем интересно сейчас я туда доеду там более-менее такая прямая дорога есть я посмотрю если там будет нормальная ровная дорога я поеду по ровной дороге если нет то я лучше к морю спущусь назад и буду ехать возле моря по крайней мере ровно прямо потому что вот эти вот подъемы и спуски это для машины не очень хорошо для до для водителя тоже очень безопасно и они прям вот я туда смотрю по всей видимости прям дорога она везде будет такая серпантины вот эти вот горные не очень интересно но зато очень красиво причем они такие затяжные затяжные подъемы и потом затяжные затяжные спуски для гибрида это тоже не очень хорошо потому что я очень много трачу энергии на подъем а потом я эту энергию всю не могу себе забрать потому что у меня по треке не хватает полностью это все регенерировать всю эту энергию которая тратится на спуск там он будет очень большой спуск затяжной наверно сейчас опять до 1000 буду спускаться потому что здесь примерно на этой высоте снег лежит вот туда прямо если посмотреть но на тех склонах снег лежит ну и по сути ничего здесь интересного нет вот сейчас вот доеду до вот этого чирана чирана и там посмотрю куда дальше наконец-то выехал на трассу но не знаю трасса это или нет потому что она тоже вот такая вот узенькая нити 400 как я ездил там по побережью потому 1 040 и в общем она здесь проходит на высоте 1300 1400 метров примерно и она тоже узенькая вот там когда я ехал по побережью с правой стороны по побережью черного моря там была дорога намного шире и намного лучше чем это и и вот здесь показывает мне что через 6 километров будет поворот но не знаю возможно будет получше дорога но вот сколько я еду сегодня около наверное 60 или может 100 километров не очень хорошая вот такая вот дорога во первых она сама по себе не очень хорошая либо волна либо короче говоря ямки либо узкая и в принципе попадаются машины меня обгоняют с российскими номерами много кто здесь едет но зная какая дорога там лучше бы я там ехал вот этот вот промежуток ну в сторону юга на юг там мне надо проехать километров 300 где-то может быть 400 где-то 350 километров я бы лучше ехал по побережью потому что там получше дорога но люди едут здесь люди здесь едут возможно они тоже не знают возможно здесь есть достопримечательности вот тамара с алиси ох какие здесь красивые маковые поля прям цветочки цветочки и синие и красные каких здесь только нет вот такие здесь ландшафты в принципе симпатично но я думаю опять же возле моря была бы получше трасса поэтому я скорее всего совершил здесь ошибку когда свернул здесь так рано не надо было еще ехать ехать туда возле моря ну возможно возможно вот здесь вот сейчас будет получше дорога и может быть будут лучшим ландшафт и хотя я сомневаюсь потому что здесь как правило в центральной части Турции во первых смотреть нечего расстояния большие и вот так вот суховато здесь но зато дождя нет свои плюсы есть тоже посмотрите родниковая вода я всегда стараюсь набрать в таких местах воду чистую и внизу речка и там прям к этой речке есть спуск то есть можно на машине туда вниз спуститься и там лужайки зеленые вот с такими вот цветами красивыми фиолетовыми и я уверен что здесь никаких нет ни мошек ни комаров и целая куча палок вот в таких вот местах можно прям с удовольствием останавливаться возле речки речки не шумная там и искупаться в ней можно и попробовать может быть даже рыбку половить вот там прямо я думаю я как-нибудь час чуть позже в таком месте обязательно заночу и вам покажу это все сниму на видео туда можно спуститься и там в любом месте на лужайке встать солнечно здесь я не знаю может быть там тоже закончились дожди на побережье но вот несколько дней прям буквально шли дожди без остановки и здесь даже вот такие заводи есть ну места очень красивые конечно птички друзья пожалуй самый главный плюс этой дороги это ну в первую очередь как я вам уже говорил это плюс то что здесь туристы не не избаловали местных и ну обычно в таких вот местах в Турции здесь никто не разговаривает на английском на русском тем более и здесь цены очень хорошие то есть если вы где-то здесь будете в небольших городочках останавливаться можете за копейки купить мясо себе овощи хлеб очень-очень-очень низкие цены просто какие-то невероятные низкие цены и вот возле речки где-то в горах где-то на лужайке можете заночевать если вы едете вот на чем-то таком на чем еду я либо на автодоме очень много съездов и можно прям очень хорошее место найти и вот эти вот 600 километров до Анкары я не знаю как будет дорога проходить но вот этот вот участок 100 километров прям можно много вот таких вот мест вот ровная лужайка и так это огород чей-то но похоже вот на такие огороды прям место дикое и никого рядом нет не запачканное не то есть никто вам мешать не будет и прям можно кайфануть автобус кого-то везет куда-то не знаю куда здесь туристических мест не очень много здесь просто природа дорога конечно очень слабая здесь вообще в Турции тяжело найти такое состояние дорогу чтобы были вот латки чтобы были вот кусочки асфальта где-то новый, где-то старый и с ямами даже периодически я думаю это связано с тем что здесь обильный снег выпадает зимой и он ее рвет эту дорогу в общем смотрите из практики вот такая вот дорога если она вьется извивается извилистая какая то скорее всего она будет и тем более в горах то она будет вот такая пару раз у меня было такое уже в Турции и вот я прям убеждаюсь в этом в очередной раз лучше ехать как вот строит навигатор и смотреть как он строит если такие извилистые дороги попадаются то лучше выбирать другие которые чуть дольше по ним вы в любом случае быстрее приедете и что самое интересное когда я вот начал от этого монастыря строить маршрут Google меня отправлял сюда АВЭЙС то есть он мне отправлял туда вниз к морю и через Трапзон там расстояние больше получалось но я думаю я бы проехал бы уже бы гораздо больше и для машины это было бы лучше потому что вот это для ходовки не очень хорошо и для резины тоже не очень хорошо в общем лучше конечно же если вы не собираетесь останавливаться где-то возле речки где-то на природе то лучше сюда не лезть конечно же такие прям луга зеленые как будто бы они какие-то выстриженные что ли хотя это просто обычная трава здесь растет и по сути никакой скот здесь не пасется почему-то интересно мне вот знать почему и вот эти вот луга поля они мне конечно же во первых Европу напоминают очень сильно во вторых в России тоже похожие такие ландшафты можно встретить вот вроде бы я выехал на более-менее такую ровную дорогу но все равно она такая так себе слабенькая и где-то карта показывает где-то я там вроде бы выйду на И-80 и должна нам быть получше ну примерно около 100 км плюс-минус я еду вот по вот такой вот дороге ребенка, ямы, латки и все такое лучше конечно же сюда не лезть горное озеро высота больше тысячи метров здесь я вам напоминаю и какой-то населенный пункт здесь есть и вот так вот это озеро называется параджа или это дамба возможно это дамба то есть водохранилище возможно это они собирают горные речки так и получается водохранилище после вот этого озера после вот этого города сейчас я вам скажу как он называется началась более-менее нормальная дорога но я вам скажу так так я проехал прям очень много около больше 100 км точно по по бездорожью грубо говоря ну для Турции это бездорожье вот там где я ехал голова голова это называется пешеходный земный переход здесь есть многоэтажки есть конечно же мечеть естественно есть так что здесь школа 30 вот это наверное слева это школа да и здесь я думаю я сейчас что-то куплю себе либо перекусить либо найду просто место где кушают люди и там покушаю вот это А101 это магазин в нем можно всегда купить продукты и я думаю у них здесь должны быть какие-то либо кафе либо рестораны где люди кушают потому что время уже 3 часа 5 детей это почта кстати в этой почте можно купить наклеечки и ездить по платным дорогам вообще говорят что там как-то через шлагбаум можно оплачивать можно как-то через интернет потом оплачивать то есть если бы я бы не поставил бы чтобы гугл меня обводил бы от платных дорог я бы где-нибудь ехал наверное по вот этой и 80 возможно даже это и 80 бесплатно просто вот эти навигации они ищут вам максимально короткий маршрут и они не знают что там серпантин что вам там придется за горы скидывать что там плохая дорога что там еще что-то там по моему прямо полиция и они маршрут вам короткий самый делают да там полиция поэтому не всегда лучше ими пользоваться сейчас я выйду на эту и 80 где закончится это вот охранилище я туда выйду и там будет нормальная трасса нормальная магистраль поездил я сегодня конечно по колхозам по серпантинам по горам по полям по лугам и так приятно вернуться на хорошую трассу на хорошую дорогу вот оно всегда так не стал я туда заезжать в центр я его с краю проехал этот город там были полицейские они остановили мотоцикл мотоциклиста и в общем там что-то с ним общались на меня даже внимания не обращали вот там на берегу я вижу дома ну и так же вы можете сюда на чем-то своем приехать и найти место прямо возле этого возле этого озера так что здесь вот эти города я не знаю еще пока камеры камеры здесь и а еще я ехал по Вейзу и Вейз в какой-то момент отключился он не работает когда нет сигнала и он мне показывал тоже маршрут чуть дальше а гугл вот он именно короткие маршруты ищет и вот эти короткие маршруты они не всегда хорошие пойдем я тебе покажу я знаю короткую дорогу и иногда лучше вот проехать по вот такой вот магистрали на 100 на 50 км больше чем трястись как я сегодня ехал трестся ну к счастью это был короткий участок дороги и в принципе это нормально допустимо я значит сейчас возвращаюсь на эту трассу и 80D100 турецкое название собственно я с нее и начинал движение сегодня и если бы наверное не эта навигация я бы наверное по ней ехал бы и ехал бы и ехал бы спокойно и вот сюда бы сейчас приехал бы ну проехал бы может на 100 км больше но я бы ехал по вот такой дороге Суричисы я не знаю эти города я не знаю что здесь есть в общем 160 км она мне показывает до следующего съезда я не знаю это платная дорога или бесплатная она может быть платная но вот этот вот участок он может быть бесплатный потому что здесь нет альтернативной дороги ну вообще я вам так скажу если вы едете по платным дорогам они стоят в этой части Турции очень мало просто очень мало даже здесь сюда можно заехать и со штрафом здесь проехать и все равно вы заплатите там 20-30 может 50 до 100 лет максимум это очень мало по сравнению с посещением какой-то достопримечательности за 300 лир это вообще ни о чем от 90 здесь ограничение по скорости и скорее всего да и там 70 скорее всего это не платная магистраль потому что так скидывают скорость сильно так вот друзья выглядит дорога она проходит параллельно вот той дороге единственное еще хотел добавить что плюс что здесь нет мелких вот таких вот городочков по сравнению с вот этой дорогой которая идет возле моря и здесь расстояние больше и просторы такие пространства то есть это примерно на высоте около 1000 метров мы сейчас едем с вами и здесь больше зелени то есть примерно в 50 километрах от моря мы сейчас находимся и вот такая вот зеленая здесь природа хорошая много озер, рек, здесь много горных ну и в целом здесь в принципе приятно ехать если поехать еще туда дальше в Грузию, в центр Турции то там будут такие степные участки и пространства будут еще больше между городами а вот здесь вот Газантеп мы были с вами в прошлом году Кахарман Мараш и вот это вот Шанры-Олфа вот это вот все-все-все вот эти города которые кстати пострадали от землетрясения они вот здесь находятся то есть с обратной стороны Турции здесь много заправок наверное через каждый может быть даже 50 где-то километров 70 можно встретить заправку и вот машинка моя у меня интересуется может быть я хочу остановку сделать но я думаю да потому что я проехал около 200 километров и в принципе по такой дороге уже легко будет ехать здесь нет дождей а вот там как будто бы дожди идут в той части и как раз ближе к морю туда в горах там туда и честно говоря мне уже дожди надоели несколько сколько неделю или может быть даже больше несколько дней они идут и мне уже и солнышко захотелось потому что я постирал кое-какие свои вещи а они не могут высохнуть в машине и я думаю за сегодня они высохнут и кроссовки тоже высохнут и нормально будет иногда солнышко тоже нужно передо мной прям такие тучи черные и видимо не получится мне их никак объехать они и на западе там и на юге со всех сторон короче говоря ну в принципе дождь тоже нормально единственное что просто в дождь не комфортно в машине спать можно конечно если покушать где-то допустим в ресторане можно сделать остановку и в принципе поспать а вот это по-моему беженцы если я не ошибаюсь это могут быть Сирии или еще откуда-то такого палаточный такой лагерь беженцы живут ну мы с вами еще накатаемся возле моря и ехать по горам по таким по высокой местности тоже есть своя прелесть потому что ну мне комфортнее в горах потому что я уже привык жить в горах в горной местности и вот ресторан кстати это что? а это по-моему эти радары были то есть машина обычная гражданская белая машина фургончик но у них там радар стоит то есть они фотографируют тех людей которые нарушают скорость превышают скорость ужин, обед в принципе плюс-минус 180 150, 200, 220 лир первое, второе салат, чай, айран примерно так стоит мне осталось еще проехать 120 километров час и 29 минут в городе я себе забронировал отельчик ну по фотографиям вроде бы неплохой три звезды но прям такой приличный и там хамам есть и там есть бассейн есть может быть даже получится покупаться вот я уже второй день подряд забронирую себе отели через ОДАМАКС я нашел приложение у них есть и на сайте то есть можно бронировать ОДАМАКС посмотрите потому что букинг не работает в Турции и что-то букинг вообще нехорошие какие-то цены дает обычно букинги лучше цены вообще отели лучше всего искать через гугл вот вы едете где-то гугл мапс открываете пишите отели или hotels на английском и значит там выходят всякие разные там тоже так же софтировать можно я короче говоря ближайший выбрал более-менее приличный его забронировал и в общем туда еду причем я забронировал его там можно бронировать прямо без карты то есть я делаю бронь приезжаю а оплачу на месте молния сейчас была вот потому что на улице может быть мокро спать если пойдет дождь то будет будет мокро точно мокро будет по традиции ближе к вечеру в 5-6 часов начинается ливень прям такой мощный все здесь затапливает и к счастью я уже вижу там просвет я думаю к восьми часам я приеду в отель и уже будет нормальная погода уже ливень этот закончится ну чем не швейцария друзья такие краски вообще такая красота вот так вот едешь и думаешь что встретишь вот так за поворотом а тут такие пейзажи вообще прекрасные в общем я уже подъезжаю к своему пункту назначения на сегодня я так понимаю это вот там справа где то есть город и здесь осталось ехать всего лишь 10 км сегодня я хорошо проехал я даже не знаю сколько наверное километров 250 может даже 300 проехал и у меня там остается еще примерно 400 км в принципе я даже за один день смогу проехать вот здесь вот в центральной части Турции как правило цены намного ниже и вы за это получаете намного больше так так вот здесь вот нужно мне съехать сюда никсар орду да и я уже отсюда вижу этот город если это конечно он ну возможно это как бы он но не факт что и мне прям туда надо так далеко ехать возможно это будет чуть-чуть по ближему отель и я уже где то здесь заночую сейчас ну весьма здесь так культурненько у них типичный провинциальный турецкий город вот они плохие дороги пошли только я с магистрали съехал и меня навигация хотела еще раньше свести там было маршрут но я то уже знаю и вот видите едет тракторист рядом с ним сидит жена его на этом на брызговике прямо на колесе и это стандартная картина для Турции и я не поехал туда куда она мне хотела завести вот по такой же дороге я ехал максимально сколько я мог по магистрали ехал 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 и только потом по трассе только потом в самом конце свернул ну да это он вот он здесь начинается и вот так уходит уходит на гору здесь кроме сельского хозяйства кроме кукурузы и что у них здесь еще растет слева тоже картошка или что-то типа этого больше ничего нет и даже оливок нет вот а кстати я сейчас заправил топливо ну я заправил там по трассе на 20 литров сказал заправьте в принципе и расход чуть упал 6,2 литра но не могу сказать что прям сильно упал 6,2 литра у меня в Алмате и так и так был расход ну у меня конечно не такая загруженная машина была как сейчас потому что я много чего везу очередной отельчик мой на сегодня ну весьма весьма должен вам сказать весьма все прилично я у них еще на рецепшен купил вот это за 90 лир и это по-моему 20 лир стоит это черчела турецкая очень чисто сразу видно что очень прям чисто водичку дали чай дали кофе дали молодцы так что у нас здесь ну вот собственно оттуда я приехал там трасса проходит я прям сразу видел все вот эти ого да здесь еще и бассейн есть здесь бассейн есть и по-моему у спа есть что-то типа этого весьма культурное место прям возле леса и там видимо какие-то достопримечательности наверху здесь прям диван такой все такое чистенькое как будто бы не жил никто может быть они эти комнаты никому не дают вообще не затасканный отель дополнительные подушки коврик молиться санузел тоже чистый такой прям вообще чистый ну молодцы что я хочу сказать вам они молодцы здесь еще сад такой большой грецкие орехи растут прям круто прикруто нужно отметить конечно беседочки вот нужно здесь уединиться приехал посмотреть крепость и старый город во-первых во-вторых просто какое-то невероятное количество кошек они сейчас чуть-чуть разбежались но я вот проезжал и их просто было немерено друзья я здесь забрался на самый верх этого города по узким булочкам я вообще даже не знаю как я там проехал на своей машине широкой благо только то что 4вд и то что электрический передний привод у него сразу крутящий момент идет моментально на колеса ну и вот собственно я прям подъехал к этой крепости вот прям подъехал только с заднего входа нужно было мне вот отсюда заехать ну зато посмотрите какая красота вот такой вид собственно отсюда открывается друзья на город и вообще окрестности очень красиво здесь еще есть ресторанчики любой желающий может зайти и здесь по находиться здесь значит сохранились до сих пор колонны вот это вот римские колонны римская резка говорят люди что которые сейчас работают по камню что ну типа в таких масштабах сколько они это делали и в таком количестве типа ну нереально это выпить как-то выколотить вообще без ошибок без ничего говорят что у них был какой-то инструмент которым они это типа просто как резали как нож маслом и вот оно просто валяется все на полу блин вот эти все артефакты в траве и так далее видите просто навалом все валяется и все ну вот там вид на город собственно поля и здесь это все вот так вот красиво конечно очень причем еще вход бесплатный ну ну как-то это все здесь парк у них тут же все в одном месте вот была крепость и вот это вот скорее всего либо резервуар для воды либо еще какое-то хранилище оно просто вот как мусорка какая-то как туалет какой-то общественный здесь конечно в туалет никто не ходит но оно в таком состоянии плачевном вот здесь была крепость можно также сюда на машине заехать и по-моему даже поспать здесь можно ночью если вам дадут я думаю никому до этого дела никакого не будет стол есть дорога есть можете приехать сюда как древние какие-то жители переночевать вот это они значит укрыли под навес тоже а это хамам был древние бани были вот так выглядеть и здесь они это укрыли все видео на плетение поставили но сейчас это как-то вот все вот выглядит вот так здесь холодильники это на ночь вот так все бросят шланги вон там вода течет и я еще раз повторяю сюда мне кажется можно прям на машине заехать и прям в этой крепости на самой верхушине на верхушке горы просто переночевать беседки здесь есть все есть что еще может понадобиться ну здесь красиво конечно вот прям можно прийти на качельке покачаться и закат и все что хотите все что пожелаете у нас бы не то что качели у нас бы наверное веревки оторвали бы утащили бы и вот вниз обрыв то есть вот как в турции в древние в древнем короче говоря в древние в древние время здесь все строили на самом верху чем выше тем лучше так оно вот до сих пор все и стоит очень красиво конечно прям очень красиво я думаю вот туда можно заехать на площадку и там встать и прям заночевать здесь но а какой смысл ночевать здесь если за 600 лир можно переночевать с душем и с белой кроваткой с белым постельным бельем я думаю нет конечно же в этом никакого смысла то что здесь вот эти все валяются вот так по сути ну любой может как бы заехать наверное я даже не знаю взять или как здесь конечно есть камеры все такое но так или иначе с одной стороны круто конечно что у них вот так все честно на доверие не знаю там еще мир десе есть сейчас зайдем мы с вами вот это они пахали так землю раньше возделывали культивировали цепляли видимо за какое-то животное там держал человек это мир десе и вот таких местах это как университет был в Османской империи в таких местах обучали уму разуму тут есть там где и до ждения хьххх а здесь даже остались штучки с помощью которых они либо что-то мололи либо это пресс какой-то я даже не знаю что это но они крутили и по всей видимости что-то мололи наверное либо сжимали этим устройством вот она просто здесь стоит в уголочке вот так с одной стороны круто конечно что это вот просто так все заходите смотрите и что здесь даже ни слова на английском нет никто ничего не понимает на английском даже в отеле не понимают по-английски к счастью я в состоянии снять комнату себе и но еще такое еду заказать а крепость собственно еще дальше туда проходила и вот она как бы там находится я до нее не дошел просто то можно сходить даже остались реальные пушки из которых постреляли вот они заряжали ну и она вот просто стоит вот так здесь на улице пожалуйста оттуда прям вообще невероятная красота открывается но там здесь еще что любопытно что вы можете прям вплотную сойти и прикоснуться обычно в таких местах это все закрыто просто показывает ну там типа хамам был ну там тепло мылись баня а здесь вы можете прям зайти посмотреть как печка было вот по полу походить по стеклянному потому что там по всей видимости мозаика тут же можно ходить вроде бы да мне хрустят эти под ногами песочек вот здесь печки жгли и собственно было здесь тепло было здесь им тепло ну круто по побывал в древнем хамаме вот просто одно стекло разбили кле хамам еду я еду думаю да чё там какой-нибудь городочек небольшой просто переночую и дальше поеду ничего наверное интересного просто отель обычный типичный а тут целая крепость целая история мир десе хамам еще и как всегда на возвышенности на таком месте красивым а сюда подъезда практически нет я как заехал вообще не не знаю во первых подъем очень резкий такой там 45 или даже больше градусов и узко очень счастье у как бы 4вд и колеса позволяют ездить в таких местах не зря оставил вот поэтому путешествуйте открывайте для себя что-то новое и обязательно удивляйтесь постоянно что-то найдете что-то увидите купил черешенку такую вкусную кирас называется по-турецки 29 лир стоит килограмм магазине персики тоже 29 лир стоит нектари а селек челек клубника стоит 37 лир это все за килограмм и ну как бы все свежее очень вкусно и это в магазине цены я думаю на рынке будет поменьше цена понимать что а вот они Субтитры создавал DimaTorzok